Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие, хочу сказать вам о том, что департаментом городского хозяйства совместно с компанией Шрёдер разрабатывается сейчас совершенно новая концепция освещения улиц. Мы ее назвали «Вечерняя Одесса». Фактически это мастер-план, который просчитывает абсолютно по каждой улице освещенность, необходимую освещенность, а затем дает рекомендации по методам решения и по техническим моментам решения. И вот с учетом этой концепции «Вечерняя Одесса» мы начали сначала работу на территории Суворовского района по замене осветления. Почему Суворовский район? Дело в том, что Суворовский район строился еще в 70-80-х годах, и система освещения тоже строилась в эти годы. То есть эта система в городе уже и морально, и физически устарела. Поэтому мы начали с Суворовского района. Дело в том, что дополнительно еще хочу отметить, последний выборочный ремонт системы наружного освещения проводился в Суворовском районе только в 2002-2007 годах. Проводился он всего лишь по замене светильников с лампой разжаривания на светильники с натриевой лампой. У нас проведена была аналитика по обращениям жителей города в Департамент городского хозяйства на телефон доверия городского головы непосредственно в коммунальное предприятие по жалобам на освещение. Как вы видите, эта динамика росла, и только в 2020 году, когда мы стали проводить работы, она стала уменьшаться. Это динамика на 1 ноября 2020 года. Первым шагом для реализации этой программы, это было в 2018-2019 годы, это коммунальное предприятие «Горсвет» в рамках программы реализации проекта «Невка». Был реализован пилотный проект по частичной замене опор. Было смонтировано всего лишь 15 опор. Было заменено 4 км кабельной линии, и были установлены светодиодные светильники, всего лишь 370 штук. Но как бы показал уже экономичность эти работы, и качество освещения даже среди тех установленных 370 светильников улучшилось. Поэтому с мытою отримания максимально экономичного и социального эффекта от будущего капитального ремонта, который мы запланировали. Было принято решение, чтобы джерелом освещения выбрать светодиодный светильник. Ну, все знают, что в свете активно застосовываются энергозберегающие технологии. Например, в 2012 году и Австрия, и Немеччина уже взагалі відмовились от натриевых светильников и полностью перейшли на LED светильники. Для сравнения, наступная таблица, будь ласка, для сравнения, чем отличаются натриевые светильники от LED светильников. Самый основный момент – это возможность керувания интенсивностью светлого потока светильника. То есть в натриевых светильниках это не предбачено совсем, а в светлодиодных светильниках это предбачено специальною программой керувания, которая уже там установлена. Я на этом оставлюсь более подробно чуть дальше. Далее – час разгорания. Это тоже очень важный момент. Натриевые светильники разгораются более 3-5 хвилин, в той час, как светлодиодные светильники разгораются миттево. Гарантийный срок – это очень большое проблемное вопрос. Был гарантийный срок LED светильников до 10 лет. В натриевых светильниках не закладено, взагалі немае, захисту от перенапруга и блискавки. А в светлодиодных светильниках там же это предбачено. И эти светлодиодные светильники, возможно, расположены под разным кутом нахилу. Або поднять в гору, або опустить вниз. Коммунальным предприятием ДСМИСК Витлоу был проведен тендер. И в результате тендерных торгов переможцами стали подрядные организации, которые используют светлодиодные светильники фирмы Шредер. Ну, это очень символично. Фирма Шредер была первой фирмы, которая в 1905 году зайшла в место Одессу и установила освещение в нашем городе. Ну и, мабуть, это очень приятная традиция. Через 115 лет эта фирма снова свои светильники будет расположить по городу. Чем отличаются эти светильники? Безпосредственно в фирме Шредер. Эти светильники позволяют обеспечивать работу освещения как раз в ночи, без отключения светильника в ночной час, как это предбачено государственными нормами и делалось до последнего часа при работе светильников с натриями и лампами. А именно, что мы проводили. С 23.00 до второй программы отключалась другая программа и осталось 35% светильников светить. То есть, с трех светильников два отключались и один остался. Поэтому были скарги мешканцев на то, что темные плями и недостаточно качественное освещение. А в этих святильниках встановлена уже программа керувания интенсивностью святого потока, которая не потребует вымекания святильника. На ночь можно уменьшить освещение, и будет чётко прослеживать экономия. И эти святильники обладнаны ещё додатковыми специальными компьютерными системами, которые уже готовы к интеграции в систему «Розумное место», если мы будем проведать такую систему. Відповедно до нашей концепции «Вечерняя Одесса» и в соответствии с титульным списком капитального ремонта мережа зовношнего освещения, мы в Суворовском районе предпочали замену 3208 светильников, замену 24 км пошкодженных поветряных мереж, замену 481 залезбетонных опор, которые уже пребывают в аварийном состоянии, и установление 206 новых опор взагалі. Если вы посмотрите, вот в таком состоянии находятся демонтированные старые кронштейны и светильники, якими демонтувались опор, а вот так выглядят безпосередньо те светлодиодные светильники фирмы «Шредер», які мы встановлюваем уже на наших вулицах места. Наш подход к освещению был рассчитан таким образом, мы постарались охватить весь Суворовский район, именно все то освещение, которое было смонтировано в 80-х годах. Если вы знаете, наш район Суворовский разбит на микрорайоны, поэтому мы так и заходили в микрорайон, заходили во все внутриквартальные проезды, заходили во все переулки и примыкающие улицы, заходили туда, особенно, когда не было этого освещения вообще. То есть мы как бы сделали работы уже и по межквартальным проездам в границах улиц Жулио-Кири, Марсельская, Добровольского, мы зашли на улицу Жулио-Кири, на которой никогда не было освещения, улица Кишиневская вся с прилегающими улицами и переулками. Улица Капитана Казнецова, которая преобразилась, и жители благодарны нам на сегодняшний день. Это и Заболотного, и Ростовская, и Марсельская. Улица Махачкалинская, Добровольская, Бочарова, Паустовского. То есть мы дошли до улицы Семена-Полья, там, где уже идет новое освещение, морскую сторону мы пока не трогаем. На сегодняшний день у нас в работе остались проспект Добровольского, я думаю, что мы закончим его до конца недели. Улица Героев обороны Одессы нам достаточно еще два дня. Внутренние квартальные проезды микрорайона 3, 2, 4. И вчера мы закончили внутриквартальные проезды в границах улиц Добровольского, Бочарова и Семена-Полья, мы это уже закончили. Почему на проспекте Добровольского затянулись работы? Потому что в связи с застройкой Суворовского района, в общем-то, остался тот бетон, и, к сожалению, немного тяжело устанавливать новые опоры. Мы работаем вручную, не так, как мы планировали с применением техники. То есть по планам у нас было до 5 ноября, мы до конца этой недели все закончим. А вот мы буквально вчера вечером, прошу прощения, позавчера вечером, делали реальные фотографии освещения наших улиц. В результате тех работ, которые провел Горсвет, у нас уже на сегодняшний день установлено 481 опора на сумму 5,5 миллионов гривен, 23,9 километра кабельных линий заменено на сумму 6,6 миллионов гривен и установлено 3208 светильников на сумму 36,5 миллионов гривен. То есть, вы видите, освещение действительно изменилось, и на этих улицах, можно сказать, видно, в общем-то, как днем. И если вот сравнить, следующий слайд, пожалуйста, если сравнить фактические затраты КП Горсвет на обслуживание и эксплуатацию натриевых ламп в 2019 году, это составляло 5 миллионов 147 тысяч. При расчете на 2021 год затраты будут составлять 2 миллиона 667 тысяч гривен. Продолжение следует...